Диана Думитро Диана Думитро Диана Думитро Диана Думитро Я спросила Раду «А можно что-то почитать по эту тему?» Раду ответил, что «Да, тема очень хорошая, но, наверное, придется мне сначала написать книжку, а потом же ее прочитать». В итоге так и получилось, что я написала книжку, опубликовала книжку. Вот в прошлом году она уже была, потому что сначала написала на английском, а в прошлом году был перевод на румынский. Книга опубликована в Румынии, в издательстве «Поли Ром». Так что это я сделала. Был очень интересный проект, конечно, для меня было очень интересно, потому что я сравнивала отношения между евреями в Молдавии и в Трастнистрии. Это военное время Трастнистрии. То есть вся территория, которая была контролирована румынской администрацией. И я видела разницу на этих двух территориях. И я объяснила эту разницу с тем, что случилось во время межвоенного периода. Именно государственная политика оказалась очень важной. И интеграция евреев, экономическая, социальная, аргументация моей книги, что это очень важно и оказывает влияние на какого качества будут отношения между евреями и неевреями. Мой нынешний проект уже после опубликования книжки про Холокост в межвоенное время, я смотрю на историю евреев уже во время летнего... во время позднего сталинизма в советской Молдавии. Это такой комплексный проект. Мне интересно, в принципе, все, что относится к евреям из Молдавии. Мне интересно и социальная мобильность, и экономика, культура, религиозная жизнь. Мне тоже интересно, как встречаются евреи как бы советские, но из исторических территорий, с евреями бессарабские, как меняются взгляды, какие взаимодействия есть, и как в зависимости от этого как бы вот эта Jewish agenda, то, что мы говорим, как она меняется, обновляется, и какие отношения между государственными структурами и евреями, и неевреями. Поэтому я хочу написать книжку, которая расскажет о том, не только что случилось с евреями, что советское государство делало евреям, а как евреи сами как строили свою историю, и как они были участниками этой истории. И другой новый проект, на котором я тоже работаю параллельно, вместе с моими коллегами, Екатерина Чапкова, она из Праги, и Чадом Брайаном из университета в Норф-Каролайн-Чапелл-Хилл. Мы работаем над книгой о проценте исландского. Это в Чеховакии, 52-й год. Это очень печально известный процесс, на котором 14 человек, это элиты коммунистической партии Чехословакии, большинство из них по национальности евреи, как их судили, и большинство из них получили смертную казнь. И то, что мы делаем на основе новых архивных материалов, которые были полностью неиспользованы до сих пор. Мы расскажем немножко новую историю о том, что случилось, потому что, если раньше это все воспринималось как история, созданная из Кремля, под диктовку Сталина через этих советских советников, где Чехословакия просто была пассивным рецептором этой политики, на самом деле мы покажем новые динамики и роль и локальных элит, и роль и локального антисемитизма. Как бы это будет другая история, чем мы знали до этого. Диана, если вернуться к первой теме, которую ты упомянула, к теме твоей книги, ты сказала, что одним из главных побуждающих факторов стало знакомство с работой Яна Гросса, и его книга, конечно, в Польше, да и во всем мире вызвала просто бурные дебаты, и в Польше довольно агрессивно на него нападали за эту работу. Мне интересно, какие были реакции в Молдове на твою работу, пока ты занималась этими исследованиями, после того, как вышла книга сначала на английском, а потом и на румынском. Как на это реагировали, как сейчас смотрят твои коллеги, ну и, может быть, какая-то более широкая общественность на эту тему? Я могу сказать, что особенно в первые годы, когда я решила заняться этой темой, я ощущала огромное напряжение. Не просто как бы напряжение с моей спиной, но мои коллеги и даже хорошие друзья, коллеги истории, они меня спрашивали, как, Диана, зачем тебе эта тема? Ты понимаешь, что ты делаешь? Были ситуации, которые меня спросили напрямую, ты на чьей стороне баррикады? И чтобы объяснить как бы человеку, который не из Молдавии, при чем тут баррикады, весь разговор сводился к тому, что у нас в обществе центральная проблема, которую мы видим, это проблема идентичности Молдаван. Кто мы и с кем мы? Мы с Западом или мы с Россией? Мы смотрим East or West, и поэтому эта тема в глазах историков, которые у нас в обществе, большинство из них румыноковорящих историков, они прорумынские и прозападные, в их понятии, это понятие моих друзей, моих коллег, получается, что я делаю очень большую услугу как бы русскоговорящему историческому сообществу маленькому, которое есть, и как бы я приношу аргументы в этой великой борьбе за идентичность врагам идентичности вот прозападной, потому что моя работа показывает, вот какие румыны были плохие, вот что они убивали людей здесь. Ну, типа, зачем мне это нужно? Поэтому такой вопрос, и на какой стороне баррикады? Я пыталась объяснять, что, насколько я понимаю, как историческое исследование это не баррикада. Я понимаю, что этот труд очень часто используется разными людьми, политиками в первую очередь, но из-за этого мы же не можем просто остановиться и не исследовать темы, которые неприятны, неудобны, которые, как в политическом плане, они не приносят выгода, наоборот. Поэтому с большим трудом, и, знаешь, в самом начале у меня было впечатление, что, наверное, как у каждого человека есть какой-то свой собственный капитал, социальный капитал. Я чувствовала, что этот мой социальный капитал, он просто исчезает полный мир, тает на глазах, это да, как вода в песке. И это было, на самом деле, очень трудно и грустно. Но я могу сказать, что, наверное, на протяжении вот следующих пяти лет, семи лет, ситуация начала потихонечку меняться. И она начала меняться в разном плане, потому что, во-первых, какие-то очень серьезные перемены стали происходить в Румынии. Эти перемены происходили в политическом плане, это Элевизуал коммейшн, эти перемены происходили и в научном плане, потому что открылся научный институт исследовательский там. Много коллег, особенно молодых, стали исследовать эту тему, публиковать эту тему. Так что, даже если как бы у меня в стране не было комьюнити историков, которые бы исследовали, и пока что все еще нет историков, которые бы исследовали вот эту тему, но я могла хотя бы чувствовать, что есть люди, которые понимают, что я делаю, которые согласны с тем, что я делаю. И в то же самое время это было важно для историков, моих коллег внутри страны, которые тоже понимали, что хорошо, тем неприятная, нежелательная, но есть какая-то легитимность у этой темы хотя бы в Румынии, за рубежом. И тоже эти историки, как бы ихнее объяснение того, что происходило, это то, что, ну, мы понимаем, типа, Румынию заставили, потому что Румынии нужно было зайти в Ю, в НАТО, вот им как поставили перед ними условия, чтобы румын заговорили про Холокост, вот они и делают, так что им некуда деваться. А нам-то зачем заниматься самобичеванием и как бы смотреть на эти неприятные, ненужные темы. Тем не менее, вот у нас в стране тоже потихонечку за все эти последние 15 лет произошли позитивные перемены. это наше правительство, оно тоже как приняло официально этот Эли Визел репорт, который был в Румынии, они решили, что они тоже как бы recognize, принимают. Может быть, для русскоязычных наших слушателей и зрителей надо в двух словах объяснить, что это за отчет такой, что там написано. Хорошо. Это была комиссия государственная, которую создали в Румынии. Это была комиссия из историков, из разных государств, не только в Румынии, из Израиля, США, из Германии. Комиссия была создана в принципе после скандала, когда и он Ильевску выразился в плане того, что на самом деле ничего такого серьезного не случилось с Холокостом в Румынии. Вот после того, как был этот скандал публичный, многие деятели международные возмутились, Румыния решила, что вот она создаст такую комиссию, чтобы разобраться. Был Холокост, не был, виноваты, не виноваты. И после того, как эта комиссия наработала, наверное, около года, они опубликовали результаты этого исследования, потому что это было групповое усилие разных историков. И они опубликовали этот репорт и опубликовали коллекцию документов, где очень ясно объяснили, что да, Румыния как бы виновата, вот что и как они сделали, и они ясно объяснили, что в принципе во время Холокоста в Румынии погибло от 280 до 380 тысяч евреев, включая около 11 тысяч цыган, и что Румыния полностью берет на себя ответственность за это. Этот отчет, он был принят потом и молдавским правительством. и после этого молдавское правительство также обязалось принять какой-то план действий. Этот план действий она разделила по разным рубрикам, как бы это план действий, например, в образовании, это в принципе школа в основном, меньше как относится к университетской системе, в образовании, это в плане памяти музеев, они пытаются тоже что-то сделать, какие-то, Министерство культуры, как бы правительство пытается вот хоть что-то сделать в плане памяти обучения на тему Холокоста, есть какие-то разные конкурсы для школьников раз в году, чтобы они написали эссей на эту тему, какие-то премии, что-то происходит, позитивное происходит. В школах есть неделя памяти жертвам Холокоста и опять какие-то мероприятия происходят обычно во всех школах республики. У меня, как у абсолютно внешнего наблюдателя возникает такое ощущение, что в Молдове есть несколько, может быть, две или три такие основные темы памяти, особенно если говорить о условно сороковых годах, которые важны для совершенно разных сообществ. Это с одной стороны Холокост, о котором мы уже говорили, с другой стороны депортации конца сороковых и, наверное, еще послевоенный голод. И возникает такое ощущение, что этими вещами в основном занимаются разные люди, может быть, разные сообщества историков, и как будто идет такая война памяти. Одни говорят, что важнее заниматься этим, другие, что важнее заниматься тем. И, опять же, мне как человеку непосвященному кажется, что все эти темы абсолютно важны, и так же, как было бы странно говорить только о Холокосте и не упоминать депортации, так же было бы очень непонятно говорить только о депортациях, как будто Холокоста не было, и как будто это вещи, которые как-то друг друга оттеняют или взаимоисключают. Есть ли какие-то попытки создать какой-то, может быть, комплексный, единый нарратив национальной истории, который включил бы в себя все эти темы? Это как совершенно верное замечание про то, что все эти темы существуют в отдельности друг от друга, ну, хотя бы тема Холокоста точно существует отдельно от темы голода и депортации, и на самом деле как я была очень часто в ситуации, когда я выступала вот здесь, на каких-то конференциях, на каких-то курсах, потому что мы встречаемся с преподавателями истории очень часто, и мои коллеги, особенно вот из школы, они спрашивали, а зачем вы занимаетесь Холокостом, а не депортацией, например, потому что это намного более важная тема для нас, или не голодом, потому что вот эта тема, которая как бы важна для всех, и как мой ответ, ну, мы же не можем все заниматься голодом, или все только депортацией, потому что эта тема, несомненно, очень важная для нас, депортация голод, где существуют и работы, и коллеги, и исследователи занимаются этим. И, конечно, это нормально и разумно, чтобы все эти темы находили себе место под одной и той же обложкой, но, к несчастью, пока что я не вижу движения в этом направлении, и в моем понимании для того, чтобы было движение в этом направлении, историкам нынешним нашим, нужно просто поменять свою точку зрения, и точку зрения на какого типа или какого плана историческая наука нам нужна. К несчастью, большинство моих коллег все еще думают, что историю мы должны писать и преподавать с националистической точки зрения, потому что они смотрят на это как на контрреакцию к истории советской, так что типа нам нужно просто избавиться сначала от наследия советского, и потом может быть у нас будет время, чтобы заговорить уже о европейской истории, о другом типе истории, когда это гражданская идентичность, но типа это время еще не пришло для нас, поэтому нам нужно сначала как бы обработать этот сегмент, а будущее покажет, так что даже если есть коллеги, которые думают, что может быть было бы хорошо как бы заняться другой историей, но просто не пришло еще время, и типа мы не готовы к этому, такая точка зрения, и в то же самое время, например, я смотрю книги русскоязычных коллег из Приднестровья, из Трансмистрии, там тоже ты, например, можешь прочитать главу, которая про Холокост, я читаю главу про Холокост, и как будто более-менее адекватно все, а потом ты читаешь следующую главу про депортации, и похоже, что советское правительство чуть не осчастливило людей этими депортациями, и что все крестьяне молдавские, они вышли все с воодушевлением копать траншеи для советской власти, потому что они были так рады, а я тоже как в шоке, поэтому я не вижу ни с одной стороны, ни с другой какого-то здравого смысла и желания как бы адекватно и сбалансированно все оценить, не только темы, которые важны для кого-то лично, или, соответственно, с политическим как-то взглядом, а просто объективно рассмотреть эти темы. Поэтому пока не поменяется взгляд на широкую историю, и какой должна быть эта история, и какое должно быть качество исторического исследования и образования, это не поменяется, я думаю. В то же самое время я не могу сказать, что ничего как позитивного не происходит в стране. это было бы полностью неправда, потому что реально открывается общество, открывается пространство для исторического исследования. Потом тоже есть новое поколение историков и коллег, которые они некоторые обучаются за рубежом, некоторые возвращаются. К несчастью, как сообщество у нас маленькое, и, например, по сравнению с Румынией, у них намного больше историческое сообщество, и как-то легче существовать с альтернативной повесткой в стране, где у нас как маленькое историческое сообщество. Поэтому молодому исследователю нужно, не знаю, десять раз подумать, стоит ввязываться в тему, которая как бы неортодоксальная, или лучше не стоит, лучше начать заниматься темой, которой большинство историков одобрят. Поэтому в этом плане конечно немножко сложновато, и в этом плане поддержка извне, наверное, очень важная, даже чисто психологическая для молодых историков. А если выйти немножко за пределы исторической профессии, есть какие-нибудь инициативы по диалогу, примирению, например, по вопросам коллективной памяти, ну скажем, между Кишиневым и Террасполем, то есть что-нибудь, что исходило бы от гражданского общества, какие-то площадки для диалога на сложные темы, но я даже не буду затрагивать собственно войну 90-х годов, но что касается хотя бы советской истории, что-нибудь происходит в этой области, или еще время не пришло? Нет, все инициативы на самом деле это на государственном уровне, и то при помощи ОБСЕ, при помощи внешних как бы факторов, отторжение между Кишиневым и Терраспоем, хотя бы как мне видно, оно огромное, и расстояние выросло за последние 30 лет, как дальше некуда, наверное, я просто не вижу реально, как можно опять соединить эти две стороны, поэтому я думаю, что есть разница очень существенная в том, как видят историю, и как видят направление политическое, поэтому здесь у меня оптимистического сценария нету в этом плане. А тогда, может быть, чтобы закончить все-таки на более оптимистической или конструктивной ноте, что можем сделать мы, как международное сообщество исследователей памяти, есть ли что-нибудь, что мы можем предложить, какие-то дискуссии, которые могут быть особенно интересны молдавским коллегам? Да. Я думаю, хотя бы мой собственный опыт, то, что я вижу, как можно менять в лучшую сторону, как можно конструктивно влиять на общество и умы людей, это, конечно, образование. Я большой сторонник вот этой китайской капли, которая будет постоянно готовить почву именно через школу, через учеников, учить им другим ценностям, чтобы у них было больше знаний, чем у их родителей, у их бабушек, дедушек про разные темы. Потом я тоже человек, который очень верит, например, в культуру. Я иногда думаю, что какой-то хороший фильм, чуткий, добрый, который видели десятки тысяч людей, иногда может влиять на тему памяти и может открыть ум человека намного лучше, чем, не знаю, сто лекций на какую-то тему. Ну, как это было, собственно, в Западной Германии с сериалом «Холокост» в 70-х лет. Да, пожалуйста. Да. Или помните, я не знаю, наверняка фильм «Цыган», как советский. Да. Вот. Есть фильмы, которые могут просто заставить людей по-другому посмотреть на какие-то темы. И они могут быть, конечно, современные темы, они могут быть исторические темы. Это могут быть какие-то выставки в музеях, которые тоже очень хорошие, хорошо продуманные, сбалансированные. Поэтому я верю в то, что есть место для таких событий. Конечно, обычно нужна поддержка государства и финансовая, потому что это не очень легко. Например, у нас в Кишиневе был театр очень хороший, театр с полотерией. По-моему, сейчас они в Германии работают, и они делали вот спектакль «Документ», и они создали спектакль о Холокосте. Это маленький театр, как «Фринч-4» немножко, и, конечно, они все делали со своими деньгами, с большим трудом добывая какие-то гранты или что-то, но они делали замечательный спектакль вот на тему Холокоста. И я верю, что вот такие инициативы, они могут прийти как бы с разных сторон, из разных причин, из интереса, из энтузиазма каких-то простых людей, людей искусства, но у них есть огромный потенциал, чтобы они влияли на умы людей и поменяли к лучшему всех нас. Ну, будем надеяться, что мы тоже как-то сможем внести свой вклад в это. Диана, огромное спасибо за разговор, и я надеюсь, что в сентябре на нашей Кишиневской, к сожалению, виртуальной конференции мы продолжим еще дискуссии на эти темы. Спасибо, всего доброго. Продолжение следует...